Дом 22, дробь 2 по улице Трофимова построен 48 лет назад. По словам жителей, изначально строение было административным зданием Бийской ТЭЦ. Позже кабинеты стали служить комнатами общежития. Со временем по стенам пошли трещины, фасад стал разрушаться, стены помещений покрылись грибком. Дом был признан аварийным. Два технических заключения мы сделали. Мы были в программе в краевой, а потом в муниципальной. Мы запутались в этом дело, потому что по краевой программе мы имели право выбора, либо деньги, либо жилье. То есть мы так ровно сидели, ждали, что вроде как нормально все. Потом мы оказались как-то муниципально, я не знаю, ну конечно это все по бумагам. Ладно, муниципально. По муниципальной программе мы имеем только право на компенсацию. Компенсацию с каждым годом все нам обещают, обещают. До 23-го года сказали, до 31 декабря поступит предложение по компенсации. Так и не поступило. Для многих комнаты в аварийном доме являются единственным жильем. Ксения Тыщенко вместе со своим сыном вынуждены снимать квартиру, так как жить здесь с маленьким ребенком невозможно. Холодно, под окнами ничего нету, все выпадает и все равно разваливается все. Вообще никуда. Ну и как тут вообще? Все бежит. Вот нам за нее обещали 800 тысяч на тот момент. Может быть сейчас больше будет. Может хоть что-то, но можно было бы взять, даже добавить, даже там ипотеку взять или какой-то кредит. Ну а так ничего вообще нету. Вот мы в прошлом году, в сентябре месяце, обращались к ним, что как бы у нас было осмотрено все, но нам сказали, денег нет. Мы вам ничего не можем предоставить. Никакого дома, ничего. Все же есть и те, кто покинул стены аварийного дома. Жители, чьи комнаты являлись муниципальными, получили новые квадратные метры. Так сосед Ларисы Копцевич уже переехал, забрав с собой и пластиковые окна. Сейчас в доме нет горячей воды, а в управляющей компании бейчанам пояснили, что отопление к их дому подавать не будут. Далее появилось вон, уважаемые жители. Теперь уже, оказывается, его надо расселять до 30-го года. Ну вот все, что я могу сказать. Вот платежный документ за август месяц. Присылают деньги строго и регулярно. А работ никаких со стороны управляющей компании нет. Ну и, а теперь еще хотят отключить и воду, и отопление на зиму, чтобы вымораживать жителей. В какие сроки все жители аварийного дома будут расселены? С таким вопросом мы обратились в администрацию города. В свою очередь, бейчане в ожидании решения вопроса направили обращение в судебные органы. Дарья Федоркина, Андрей Сегаев. Будни.